Торжественное открытие Донецкого городского молодежного центра прошло сегодня в Калининском районе города. Подобные учреждения существуют во всех крупных областных центрах Украины и в Донецке решили не отставать. По задумке создателей центра он должен стать местом сосредоточения активной, творческой и яркой молодежи. Донецкий городской молодежный центр это такое место, где может собираться любая молодежь любого возраста, не только школьники и студенты. Есть у нас активисты, которым уже 30 лет, но все равно они приходят к нам. Есть у нас несколько направлений. Первое это более развлекательная сфера, у нас работает многостильная, мы проводим всевозможные встречи, караоке, вечера, фестивали и так далее. Есть самое большое направление это творческое, у нас работает масса коллективов и танцевальных, и вокальных, и спортивных. И естественно есть направление социальной адаптации молодежи. Торжественная церемония открытия молодежного центра принял участие Донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Именно благодаря усилиям городских властей и финансовым выливанием из городской казны удалось отремонтировать здание Дворца культуры, построенное еще в 1957 году. Здесь хозяева будут студенты, и дети, и студенты. Вы видели, что с утра, пока студенты учатся, занимаются кружки, детки занимаются, спортивные секции, музыкальные и танцевальные кружки работают. После обеда полностью студенты занимаются и работают здесь. Здесь только студенческих различных кружков более 20. Более 500 человек, студентов занимаются кружковой работой. Мы сделали только первую очередь реконструкции, то есть сделали для занятий, для кружковых занятий и так далее. Нам осталось реконструировать главный зрительный зал, в котором мы могли бы показывать свое мастерство после того, когда научатся. Далее этот зрительный зал будет служить для всего района, поэтому мы просто выполнили свое обещание перед студентами. Во время экскурсии по территории центра городской голова посетил различные творческие секции и кружки. Поскольку открытие проходило утром, в них по большей части занимались дети. Студенты появятся в центре уже во второй половине дня. Городской голова ознакомился с работой секции бокса и вручил подарки тренерам и воспитанникам. Вручить эту символическую перчатку со всеми олимпийскими чемпионами. Спасибо большое. Пожелать успехов. Спасибо. Вашей детворе. Спасибо. На самом деле, молодежный центр в Донецке работает с января 2011 года. Однако все это время условия пребывания в старом здании не могли устроить ни студентов, ни руководителей. В то время, когда мы зашли в это здание, оно имело разрушенный вид. Вот, оно было такое мрачное, черное. И вот, на самом деле, внешний вид изменился за эти полтора года, с марта прошлого года по сегодняшний день, кардинально. Сейчас вы зашли в здание, которое внешне напоминает дворец. Вот, поэтому вот это внешние изменения. Что касается внутренних, набиралась команда профессионалов, которые могут работать с молодежью, знают, как грамотно выстроить концепцию работы с молодежью. И команды, которые будут вести эстетическое, художественное, творческое развитие молодежи. Несмотря на то, что в центре прошла только первая часть реконструкции, внутренняя отделка уже очень нравится тем студентам, которым предстоит в нем работать. В первую очередь, видели бы, что было сделать было раньше. И то, что здесь сейчас, это неимоверные условия, потрясающие просто условия для организации проведения мероприятий. Это всегда дышевый персонал, ну, то есть специалисты молодежного центра, которые всегда положительно откликаются на любые инициативы. И всегда способствуют их внедрению, либо на базе молодежного центра, либо просто помогают ему существиться. Что касается социальной адаптации молодежи, то в центре предусмотрена работа сразу по нескольким направлениям. Мы проводим бесплатно все возможные тренинги по бизнесу, по личностям, по росту, по психологии. Есть у нас очень хорошие тренинги «Яна сцена», где любой человек может почувствовать себя актером сцены, ведущим и так далее. Работает у нас дискуссионный клуб, дебатные встречи мы проводим. И идет сейчас турнир, уже приближается к финалу, интеллектуальная игра, что где, когда. Масса всего у нас в центре есть, поэтому приглашаем молодежь к нам. Мы поддерживаем все инициативы и пытаемся более или менее в наших силах помогать, как-то реализовывать всевозможные социальные проекты. Естественно, не могу не отметить волонтерский центр, который у нас работал на Евро-2012, и, соответственно, которым мы гордимся и приглашаем всех волонтеров к нам. В принципе, в центр может обратиться кто угодно со своими вопросами или предложениями. Работники учреждения открыты для контактов. Это бесплатная юридическая консультация у нас на сайте. То есть любой человек может зайти, написать свой какой-то вопрос, и сразу же им профессиональные юристы отвечают. Это идет поддержка психологическая, то есть мы проводим всевозможные тренинги личностного роста. И просто у нас работает терапевтическая группа закрытого характера. И проводим бизнес направление. То есть сюда приходят те люди, которые хотят создать свой бизнес. Мы им помогаем, планируем. В принципе, с нами работает очень хороший специалист Ермоленко Павел. Он в этой сфере 15 лет, поэтому пытаемся, по крайней мере, помочь всем с их бизнесным направлениям и планами. Те студенты, которые часть своего времени уже проводят в стенах молодежного центра, говорят о том, что он постепенно становится их вторым домом. На базе этого молодежного центра мы проводили дебатный клуб. У нас действовал, вот и сейчас действует. Затем встреча молодых юных поэтов совместно с МКС Creative People. Затем здесь недавно открылся клуб «Что, где, когда» и моя команда «По что, где, когда» тоже принимает здесь участие. То есть можно сказать, что молодежный центр стал для меня вторым домом. После церемонии открытия в молодежном центре прошло еще одно мероприятие, приуроченное ко дню студента. Городской голова вручил сертификаты на именные стипендии лучшим студентам донецких вузов. Сергей Болдырев, Первомуниципальный.